Кстати, тут такая идея у меня возникла. Некоторые люди еще спрашивали про покупку дома в комментариях. Какой район выбрать? И тут так сложно ответить. Даже комментарий, как бы мой ответ был большой. И он хоть и большой, но особого смысла в нем не было. И почему я говорю, что очень сложно ответить на это? Человек, когда спрашивает, он просто задает вопрос, а ответить полноценно не получается. Необходимо собрать все исходные данные. То есть о человеке, о его семье, о составе семьи, о его возрасте, о возрасте членов семьи, о его работе. То есть это все влияет на выбор района, на выбор дома. Надо понять бюджет. И я, к сожалению, в ответах не могу это все ответить в комментариях своих. Поэтому вот решил записать видео. Я как раз еду сейчас на объект смотреть в Красноперекопском районе. Построили, значит, я спроектировал индивидуальный жилой дом в коттедж. И построили, значит, по моему проекту. Если бы лично я бы выбирал, вот у коттеджей, да, у таунхаусов есть как и плюсы, так и минусы. Сейчас мы с вами заезжаем в Красноперекопский район. Здесь это вот центр, кольцо. Красноперекопский район, что о нем я могу рассказать. Я в нем и жил когда-то. Он небольшой, он маленький. Расположен по кругу. Тут транспорт везет по кругу. То есть не в две стороны, как всегда, навстречу друг другу, а по кругу. Среди горожан он считается как не самым лучшим. Ну, считается, что, ну, по крайней мере, раньше считалось, что здесь живут люди больше-таки, общество пониже, может, выпивающие больше. Но, возможно, кто-то вот не говорит это там впрямую. Но вот впечатление в разговорах вот такое складывается. Не все хотят на Красноперекопский район. По крайней мере, так было раньше. Сейчас немножечко все-таки тенденция меняется, так как появляются новые жилые дома многоквартирные, новостройки. Уровень, значит, самих жителей увеличивается. Что касаемо объектов социальных, как сады, да, они есть. Тут проблем с ними нету. Проблема только в уровне образования в школах. Не самый высокий уровень считается. Тут, по-моему, несколько школ. Тринадцатая, сороковая, восьмая. В основном вот три школы. И средний уровень. Я бы не хотел, чтобы мои дети ходили бы в эти школы. Все-таки дети, которые живут на Перекопе, они, мягко сказать, избалованные. Кто-то курят, пьют и все такое. Да, в других школах это тоже, возможно, не исключение, но не в таких масштабах. Из социальных объектов, развлечений здесь нет ничего такого. Там ни кинотеатров, ни торговых центров, ничего. Тут есть только, может, небольшой рынок, продуктовые магазины, один строительный магазин и все. Вот построили недавно большую свечку, многоквартирный дом на месте парковки. Что хорошо, что здесь новостройки, они с газовым отоплением в основном. Вот, собачку взяла, право что-то попушить. Что касаемо, значит, коттеджей и индивидуального жилья. Вот, Красно-Перекопский район, он должен быть тем, что здесь есть именно такие зоны, кластеры, где много частного жилья. И там можно выкупить или старый дом, или земельный участок прикупить. И, получается, вы построите себе дом, будете жить в городе, рядом, так сказать, с центром, тут до центра на машине 10 минут. И у вас будет свой дом. Ну, классно, классно. Но, если у вас есть дети маленькие, которые ходят в разные спортивные секции, в школы, то они самостоятельно, ну, тяжеловато им будут добираться. Потому что идти с частного сектора до остановки, не везти даже если нормальная дорога с освещением. Транспорт, возможно, там будет идти не напрямую, не до конца до ваших секций. То есть кто-то из родителей должен будет постоянно возить детей. Я вот, конечно, очень хотел бы в доме жить с тремя детьми, но понимаю, что мне неудобно. Мне неудобно. Надо двоих в садик отвезти, одного в школу, потом в спортивную секцию. И это просто очень много времени и сил будет отнимать. Поэтому с маленькими детьми только квартира в центре. Кстати, вот слева построили тоже, строят свечку. Большую, там, не знаю, 19-20 этажей. Долго. Так, это кто-то долго ее строили, но может кто-то из другим объектом. Может это и другой объект, может это недолго строим. Вот, сейчас будем заворачивать на улицу, по-моему, это Удаванцево. Вот этот частный сектор начинается. Но даже в этом частном секторе где-то встречаются малые этажки, там 3-4 этажа. Выкупают два соседних земельных участка и застраивают. Вот здесь, с правой стороны, только вот такая тропинка. И то, по-моему, она без освещения. И вот вы идете оттуда до остановки, может быть, метров 700, километр. И то эта тропинка, она какая-то полугрунтовая. Вон, слева женщина шла, прям вдоль дороги. Ну, конечно, это вообще кошмар. Но, кто любит, так сказать, индивидуальный жилой дом и готов идти на некоторые жертвы, то им самое то. Ну, подходит этот вариант, я им советую. А вот этот домик с левой стороны. Сейчас посмотрим. То есть здесь земельный участок купить можно за... За сколько можно купить? Здесь, например, соток 8, что ли? Около 8-10 соток. Ну, полтора-два миллиона, где-то так. Ну, а потом строить. Строить, вот, например, домик там 220-30 квадратных метров. 220-240 квадратных метров выйдет по оцене не меньше, не меньше 5 миллионов. Это сама коробка. Ну, да, в зависимости от отделочных материалов, ну, около 5. Вот как-то так. Поэтому считайте. Два земля, 5 коробка, 2 отделка внутри, еще земельный участок привезти в порядок, сети подвезти. Ну, короче, 10 миллионов. Вот как-то так. Вот я, например, сравнивал, и когда искал в Калининграде коттеджи, там, хаусы, там плюс в том, что есть такие районы, которые, ну, такие кластеры частной застройки, которые расположены, ну, в таких центральных районах. Но, опять же, минус, не все же хотят жить в окружении многоквартирных домов. Да, плюс в том, что ты живешь в центре, есть инфраструктура, так сказать, вся необходимая, социальные объекты, все там, школы, сады, аптеки, магазины. Но рядом у тебя многоквартирные дома. И, соответственно, ты выходишь во двор, а на тебя все смотрят. Поэтому, если все вот эти моменты проанализировать, иногда отдаленность, это как большой плюс. Ой, блин, столько, значит, отвлекающих факторов, даже не могу заснять видео нормально. На чем я остановился? Вот на обсуждении покупки частного дома или строительства в таких пластерах, спальных районах, где вот частные дома. Вот есть, конечно, минус в том, что ты в частном доме, но отдален. А сделать так, чтобы был близко к центру, это только если покупать во Фруненском районе. Это, значит, в районе улицы Мельничной. Там около Коровников, район Коровников, есть, так, и еще улица Большая Луговая. Там есть такие зоны с частной застройкой. И этот район, он близко расположен к центру, но вот с садами и школами там тоже не совсем удобно. Возможно, надо будет ходить там пешком в определенное расстояние. Но зато он близко к центру расположен. И когда ты живешь около центра, получается, у тебя вся инфраструктура. Ты даже можешь ходить в школы, в центральные, в сады центральные, во все объекты социальные, центральные. То есть это плюс большой. Но там земля еще дороже, чем в Красноперекопском районе. То есть если ты в Красноперекопском районе там полтора-два миллиона на десять соток возьмешь там с газом, да, то уже в Алфруинском районе ты, наверное, за эту цену возьмешь пять соток. Вот. Так что цены на землю очень подросли. Вот. Как-то так. Как-то так. Есть варианты, там включаются и таунхаусы в хороших местах на Перекопе, например, за четыре-пять миллионов, там около ста квадратных метров. Но я вот не могу взять и купить любой дом, если он мне не нравится, там, по планировке, внешне, с фасада, экстерьер, интерьер, как бы. Поэтому даже если он будет хороший, в плане по цене, по месту расположению, я его ни за что не возьму, если он мне не нравится, некрасивый. Вот. Я не знаю, почему застройщики так просто отвратительно подходят к дизайну. Так вот, если вы также щепетильно относитесь к визуальной части вашего будущего жилья, он же вам должен доставлять комфорт, вы должны радоваться этому дому, да, а не так прийти и сказать, что это такой из банок у них ножках. Ну, понятное дело, если ты уже в возрасте, тебе главное прийти, лечь, там, что-то посадить, и ты рассматриваешь это место для обычной жизни деревенской, то не о какой там красоте ты готов там и деревянный дом какой-то небольшой купить или часть дома. Вот. Поэтому все зависит от твоих потребностей, твоего восприятия мира и твоих желаний. Вот. Я чисто вот по себе сужу. Возможно, кто-то по-другому считает. Вот. Если вам эстетическая сторона этого вопроса имеет значение, то будет трудно выбирать готовое жилье в Ярославле. К сожалению, очень много фейковых объявлений. То есть застройщики просто выкладывают красивые картинки, якобы продавая там дома. А когда созваниваешься, то уже тебя начинают там разводить, что я там этот дом продал, мы готовы вам построить такой же. Ну, что поделать. Это рынок, он такой. Ну, главное выбрать хорошего застройщика. Есть компании, есть частные лица, которые занимаются застройкой. Вот, например, вот этот дом, который я сейчас показывал, вел, ну, компания, ну, я его называю частный застройщик, потому что он состоит из одного-двух лиц и на определенный вид работы ищет просто там подрядчиков. Вот. По сути, сказать, что идеально, без косяков, ну, нет. Ну, любая стройка не проходит, без косяков всегда что-то, да, происходит. Главное, чтобы застройщику все устранял. Вот. Как-то посоветовал бы я его или нет. Да, в принципе, такой средний застройщик. Большого негатива нет. Так, по мелочи вопросу, но устраняет. Поэтому можно, конечно, и найти застройщика. Есть компания Вот Эвереста. Они застраивают их и крупные поселки, и многие с севера к ним обращаются. Я слышал, что эта компания Эвереста в северных регионах очень сильно рекламируется, и чуть ли даже не из утюга о них идет реклама. Поэтому нужно быть аккуратным. Вот я читал отзывы о них, но отзывы, к сожалению, не самые лучшие. Но дело в том, что когда ты строишь много, большие объемы, не всегда за качеством, ты можешь проследить. Но я думаю, что у больших компаний, так как оборот большой, и цена должна быть ниже, чем у участников. Участники, наверное, все-таки чуть-чуть повыше. Но у них более такой индивидуальный подход. Поэтому с жильем вопрос неоднозначный. Хочешь в центре, значит, надо быть готовым, что вокруг тебя будут многоквартирные дома. Хочешь в отдалении, значит, будешь в отдалении, но придется тебе детей возить в школы, сады и прочие места. Надеюсь, это видео будет полезным. Что касаемо месторасположения Красноперекопского района. Буквально я с вами 5 минут разговаривал сейчас, вещал. И я за 5 минут доехал с Красноперекопского района до центра. Ну что такое 5 минут? Опять же, это выходной, пробок нету. И это ты на собственном транспорте. Когда речь идет, если у семьи там нет машины или одна семья, и не всегда есть возможность довезти, ребенок там будет ехать на общественном транспорте, то уже нужно быть готовым. Потому что не все места вам подойдут. Необходимо анализировать и вот эту сеть общественных транспортов смотреть, как вообще ребенок будет добираться. Само месторасположение, конечно, удобно, если считать, что в семье там 1-2 автомобиля. И всегда можно добраться до каких-то там объектов.